5 секунд остается Но этот герой только на первый пик может уйти, по идее Хотя сегодня я смотрел какую-то игру То были IG против Execration, кажется И там не было ни пик, ни в бане этого героя То есть и та и другая команда просто им не играла Ну, в общем, меня это не удивляет, что китайские команды просто не играют А зачем? Поиграют, когда пару раз проиграют А Execration, вот... Слушай, а может быть у них просто апдейта не было? Не-не-не, играют на новом они, естественно, апдейте Нет, просто... Нет, там ораковы были зато вместо Your Spirit Но если ты умеешь играть на Your Spirit То этот герой в First Pick И на самом деле... Вот как бы понятное дело, что его долго не добавляли в Captain's Mod И кто-то мог уже подумать, что его никогда не добавят Но на самом деле рано или поздно бы его добавили Поэтому он стоило тренировать, конечно, всем саппортом, хардлайнером Чтобы иметь возможность на нем играть, как только это будет актуально Ну, собственно, Виртус Пром, молодцы Лил, молодец Лил, молодец Ну, я думаю, что карма все-таки Лила рано или поздно настигнет И у него сгорит монитор, пусть только ему еще раз имеют этого спирита Ну ладно, в общем-то, что поделать, если капитан берет, то надо играть на нем, на этом спирите К слову, кстати говоря, о Лиле На нем Лил только вчера Играл на своем стримчике И днем он запускал Ну, людей там спрашивал на стриме Ребята, как на нем играть? Что у него кнопки делают? Вот, так что Не скажем, что он прям супер опытный на этом герое Но вчерашний матч, в всяком случае, его умения играть на этом героях вполне хватило, чтобы победить Вот, так что, я думаю, за сегодня он еще немножко потренился И теперь такой вот настоящий боеспособный Spirit будет Ну, я почему-то уверен, что он будет играть на нем Лиле Скорее всего Ну, если ты умеешь играть в Dota, то тебе, в принципе, изучить любого героя не составит большого труда Даже таких тяжелых, как Invoker, Your Spirit В принципе, десятка игр будет достаточно, чтобы овладеть всеми фокусами, трюками и так далее Дальше можно разве что еще немножко улучшаться, потому что нет предела совершенству, соответственно Можно сыграть десять игр, а можно сыграть тысячу И если ты сыграешь тысячу, ты будешь лучше, это точно Его же надо почувствовать Вот Лил прочувствовал Visage, он его знает просто как облуплен для героя В каких моментах что можно сделать? Можно научиться хорошо играть, можно научиться хорошо кнопки нажимать Но пока вот ты не наиграешь ту самую тысячу игр, ты полностью этого героя не познаешь Ну тысячу игр никто, на самом деле, не наигрывает, но это, ты знаешь, слишком много Я думаю, что у того же Visage, в смысле у того же Лила, на Visage игр, ну, может, две с игр на максимум за все время Абстракт, но все равно больше, чем десять там Это конечно, хотя у Admiral Bulldog в свое время был целый аккаунт, на котором он играл только на Медведя И там буквально было еще пара игр на других героях, когда Медведя кто-то забирал вперед И у него там было сыграно игр 600, наверное, на Медведя подряд Ну вот тоже из-за разряда того, чтобы довести все до автоматизма И вот все маленькие мелочи и нюансы Ой, подожди, стоп Hard lane Hard lane, так, товарищ Pobos вступает в бой на Spirit Я так понимаю, вся команда Virtus.pro решила обмазаться этим самым Эбла Spirit Все решили покатать по разочкам Ну хорошо, хорошо, VP, я вас понял Значит, вот так вот Репорт, bad report Репорт, bad report Дело в том, что это такой герой, на котором по-хорошему должны уметь все три саппорта Ну, Hard lane, я это тоже как бы называю саппортом, эту позицию Просто такой самый фармящий из всех То есть все эти три роли должны уметь играть на Your Spirit Это герой типа Тузка, который может быть и саппортом 4, и саппортом 5, и, соответственно, на третьей позиции играть А может быть просто Лил сидел, после увидел того, как ФП сделал в ФНГ Теперь он сказал Нет, я не хочу, чтобы у меня сгорел монитор Фобо, забирай сам Я не буду на нем играть Дайте мне Visage И все Вот теперь он будет играть на Visage И он уже в Твиттере радостно написал, что он теперь в ФНГ А, подожди, стоп! Лил написал, что это ФНГ Sage А-а-а! А-а-а! Ты понял, да, какой расклад? То есть он Уступил своего фирменного Visageo ФНГ И взял себе Спирита Мне кажется, ФНГ просто сказал Я не буду играть на Abel Спирита И не хочу, чтобы монитор мой пострадал И вообще хочу в рай попасть, а не в котел в аду Поэтому ты играешь Я Капитал, и я сказал ты играешь, Сэр Ну да Да, интересный расклад, интересная ситуация ВП экспериментируют прям на ходу, можно сказать, своими драфтами и так далее Своими любимыми героями Ладно, ну это по поводу VirtuSport все понятно Что у нас там у Team Spirit? У них, судя по всему, намечается медовая Лина и какой-то Слардар Жутко неприятный, либо Керри, либо Офлейн Мейн-суппорт в Миду это ясно Ну и Тускар там тоже, либо Офлейн, либо будет Роми бегать Ну такой герой, набор героев довольно активных Не особо сильно жадных Которые будут, так понимаю, просто-напросто развлекать поначалу Ну да, но Spirit'ов хороший активный пик Если его хорошо разыграть То есть если Бэйн с Туском хорошо вначале подействуют Будут какие-то ганги, Митл куда-то еще То в принципе может все получиться Тут чисто по игре нужно смотреть Буквально вчера я видел игру, где играла новая команда Синдерина Играли они против не помню кого Но это не суть важно, там был Туск, который был саппорт четвертой позиции И он просто приклеился к своей линии и стоял там, никуда не ходил Первый аккурат какой-то типа ганг он сделал минуту на четвертый-пятый И уже было поздновато А вот Тусикам надо, пожалуй, с первых минут уже катиться в кого-то Тогда будет все хорошо Ну это, наверное, они против Веги играли, да, вчера? Ну, наверное, да, я просто забыл Да-да, против Веги точно И вот там Тусик, он совершенно был бесполезный какой-то гражданин Но они тут сам и выиграли Да, ну, да Смотри, второй карман, один на Тускар Ну да, в любом случае, да, Тускарм, то есть нужно играть довольно активно Не нужно привязывать к этой линии, бегаешь, убиваешься Тогда этого не есть абсолютно все способности Даже несмотря на то, что немножечко поправили этого Тускара По-моему, отчего Такие расклады Ну и на ластпик зашел у нас ЕС для ВП Давненько я ЕС от ВП не видел, вот что я хочу сказать Фобос будет катать Что-то я не помню, чтобы они брали на саммите этого самого ЕС На саммите и до и после они в основном играли Последние все игры с передбрейкером сложной Очень проявили они этого героя Поэтому, как только удавалось, они брали Ну да, тут у нас что-то ЕС появилось, ну ладно Итак, разбираемся Значит, Фобос, понятно, ЕС в сложной Значит, ФНГ на Виседжи Давайте посмотрим, насколько он хорош Айсенд оплашает То можно будет на него всех собак не спустить в Твиттере Сказать, вот отобрал Лоу Лилла Героя и сам на нем не умеешь Все дела Ну, надеемся, что ФНГ может Лилл будет играть на Юр Спирите, собственно, второй день подряд Год сыграет Митиной Мокер Ну и фармящая Керри Винга от Сайлента Так, ну и ребята из Team Spirit Значит, у нас будет Автолайф на сложенославдаре Стоит, Габлак Саппорт Бэйн Айсберг Недовая Лина Флайс Саппорт Тускар Ну и Рамзес, он же Лошара, будет играть у нас в Вене Легкой линии фармить Такой расклад Да, и теперь это занимает позицию нижней руны Они в драке на первом уровне, конечно, намного сильнее Ну да, намного, пожалуй, сильнее У них прям куча всяких станов, нюков и так далее И тут можно пострадать А почему же не Шарик Флай? Непонятно Ее Автолайфу, как пробивает, он не может ничего сделать Нет, может А ФБТ чей? Ты посмотри ФБТ ВП Поддали инвокер, конечно, забрали Слартара А руну кто взял? Руну взял Подожди Свен Ну это на топе, а Слартар снизу Ну мне кажется, что Сален просто тоже, скорее всего, умрет, как ошибается сейчас Флай немножко Ну в общем-то это мало чего решает Хотя нет, решает Бэйн умирает Бэйн, надо отжираться Отжирается от ФНГ Тоже умирает Какие-то дикие размесы пошли И ФНГ тоже может умереть На самом-то деле Давай тут, скорее, до конца И ШАРС у него появится через 12 МП Ну и так, в принципе, закрыли Так, и тут Элил, на самом деле, зря так агрессирует Он тоже может умереть Вот в чем проблема Сейчас будут ШАРДы Это ШАРДы Отрезают Или тоже мертвый Или даже мертвый Четыре сделали Тим Спирит В разме на двух героев Хоть и ФБЛ и ЗВП Но, да, они четыре героев Кот Поставил Ёлку съел ее Неплохо сыграно Ну вообще, там в два раза Больше хапориген Да, как будто бы в арте Так, слушай, на годы нападения Флайт остался здесь Закидывает ШАРДы И отрезают годы-года Подстанивают И будут тоже убивать сейчас Правда, пытаются набить Айсберг Только Сентриар Отлично сыграно У Лила все в КД Лила тоже могут Ну нет, Лила, наверное, отпустят, конечно Там МП не осталось Вообще Не у Бэйна, а у Ускара Поэтому ведь невозможно Но при этом играет Как здорово Тим Спирит активно Что самое главное С их драфтом Это позволительно делать И вот о чем мы говорили Передвижение Тускара Вот Суппортинг Бэйн Он решает, залетает Лил, пошел убивать Соло Айсберга Ну вот, да, умеет Лил умеет Тут, конечно, ничего не скажешь Черт, в спирит Черт, в спирит Нельзя так делать, Лил Люди же учатся сейчас Смотрят Ладно бы ты это показал В 5-6 утра Когда саммит проходил Но не в 11 часов вечера В Москве Когда народ смотрит И видит все это Эх Да, сейчас У спирита Тоже достаточно Маленький пикрейт В доте Но вот С момента Как в проиграх Люди начнут На нем отжигать Он, конечно, будет повышаться Да, вот такие Вот мини-хайлайтики Они действительно решают На выбор Того или иного героя В пабе Так что Лил поаккуратнее давай Ты, конечно, тащить Команду свою можешь Но без хайлайтов Так, чтобы народ Не сидел И не разину в рот Смотрел на твои Потом видосики На ютубчике Так, ну В итоге у нас, конечно Чуть получше Все равно Тем спирит Поначалу Все-таки Там даже полторы тысячи монет Со старта На первой минуте имели Сейчас осталась тыщенка Но самое главное Что они получили, конечно Дэкспу И продолжают Да, видит Посмотри на коды Снова крызаются Кота Аллакрити Колдснэпы Да, здесь-то Спирит промахнулся Ух ты Как неприятно получилось На Азерберг Получается стан Айсберг будет Сейчас еще раз станет Года Год умирает Вот Айсберг тоже Фобус вовремя Очень оказался здесь Конечно Подсейвил Эту ситуацию В итоге удалось Разменяться Один в один Опять же Привлечение Довольно Больших Ресурсов Для ВП То есть Фобус Со сложной линии Взяли И сюда переместили И суром Тут свою Выдал Ну и вновь Погибает Инвокер Уже в третий раз Год погиб Боже За три минуты Игры Три смерти Год порой За несколько Матчей подряд Столько раз Тайверни не проводит А тут прям вот Че-то его прям Жестко насилуют В Суроку Снэп И Вайсберг А тем временем Пошла И где же тот самый Спирит Где же он Когда так нужен Рассказ На развороте Вот он Спирит Вилл Он играется Он где-то Парага делал Ролинд Байлдер Походу ошибся Потому что Куда он идет А мы не видели Чтобы он закатывался В кого-то Потерял Потерял Но вот Боттал Он себе взял 3-1-1 У него старт хороший Ну будет где-то Как-то подсейвить Инвокера И с возможностью Конечно же Убить Убить Случего Айсберга Ильбейн Так Ну снизу все спокойно Сайлент фармит В основе Снэппстат Примерно такой же Снэппстат У нас И у Ашары Он же Рамзес Так Покатился Сперед Промахнулся Застанил Ну и все На том Такое себе нападение Ну развлекает Развлекает Просто Да да Плюс увидел Чтобы Эйн там Немножечко оттягивался От медлений И куда-то в сторону Уровня Прошел воспользоваться Моментом Так Контролируем Сейчас очень важно Лил Ну понятное дело Сделать ничего не может А получить ли он Слип Не хотел Айсберг мог Раскосноваться Могли убить На самом деле Наверное Вот вопрос Там Хотел Да Потому что там Рассказ Есть Но без ультем Мэйт Айсберг Четвертой уровень Слабые Прокаченные Нюки Все таки Так На топите временем Попытка убить Фобоса Вот он лил Хороший Подсейв С помощью Балдерсмэша И Фобос живет Фобос живет И уходит на базу Конечно Тяжелая линия Слов нет Пять криточков Все он смог забрать Сален снизу Очень сильно страдает И будет умирать Скорее всего Нужно отъедать Просто Да И смотри Как начинают Спириты Очень хорошая игра От каблака По всей карте Он что-то делает Полезное На самом бейне Давайте 4 старт Ну действительно Из 7 фрагов Он поучаствовал в 6 Цент полезности большой Зашкаливает Я бы даже сказал Ну так как и должен В принципе выступать У нас Тускар и Бейн На начальной стадии Везде подсейвишь Везде поможешь Отзонишь Митера Поможешь своему Митеру Можешь достичь успеха Таким образом Так И Ага Тангусики приносит Тайсберг себе Левел 5 На топе Лил чуть не отъехал Идет до конца Ты посмотри Рамзэ Стан прописал Да И здесь умирает Спирит Фобос попытался Подомстить ничего не получилось Все же Там 6 брони ПТ Сталтшилд имеется Плюс Варкрай Периодически тоже работает Не так-то просто Взять с этого света Так Бейн Остается буквально 40 денежек До Ман-ботинка Скорее всего Его он будет покупать И после этого Он может опять Никуда не уходить Бегать по всей карте Еще и всем заливать Маны Полезная игра Ну слушай Теперь уже в этой игре Не очень понятен план Виртус Про Что ли Ну типа Они тоже ведь Хотели захватить Инициативу На линиях Они хотели Выиграть Стадию Ленинга Да Герои-то у них Такие Позволяющие Это в принципе Делать Все же Инвокер Там условно Со Спиритом Это вообще бомба Но ничего-то не получилось Спирит Их в этом плане Выиграли И ВП пока Ну такая Бескураженная Легкая Ну опять же Играть нужно По своему тому стандарту Тут Лил опять залетает На медь На айсберга Пошло Поехал Стан Саленс Все сверху Еще и Колснеп Пытается отхилиться Хватает МГ Готу И Каблак Вот здесь Конечно Чуть-чуть опоздал Ну слив конечно дал Но и Принца После даже выдаст Он не убьет Мила Поэтому даже Не попытался Сделать Ну вот вновь Только-только Остается Один Алина Сразу же Лил на подходе В область Еще подскочил Даже Оперегают Года Те самые Пытается Но он скорее всего Кстати даже и не умрет Просто уплывает Жирная Жирная сель Уже 6 уровня Транпила стики При нем И не хватает Дамеджер Да Единственное вот Капитан команды Решил своего Новоспеченного керри Игрока Не оставить Одного В общем-то Говорит Я с тобой Мы не все Годолюбые Тут Помогу тебе Саленс Справляться Как-то Ну это правильно Потому что Если бы все Были годолюбыми То Саленс Наверное Тоже Назолком в команде Не задержался И просто пришел сказать Невозможно так играть Не хочу быть Финкой четвертой позиции Хочу быть Первой позиции Героем Ну пока Не плохо у Саленс Идет Ну хотя Две смерти Конечно сложно сказать Не плохо Ну более-менее Более-менее Фарм Хорошо у него Все-таки движется Как мы видим Он топ-1 На своей команде Топ-2 На карте Только Свен его сильно Обережает Но у Свена Там видимо Все совсем хорошо Плюс Скилл есть Покупает Рецепт на барабаны Брейсер Такой статовый Жесткий Сложно убиваемый Герой Фобсалак У нас Фобсалак Фобсалак Это название Лекарства Какого-то По-моему Фобсалак Ну да Будем надеяться Что проблем Не будет Серьезных Фобоса Не люблю я Эти долгие паузы Если с лейнингом Никак Принимайте Фобсалак Тарам-тарам-там Да Петросян Выходит на сцену Ну такое Легкий Петросян Вообще Пауза была Не очень долго И это здорово Здорово Мы продолжаем смотреть Так вот Действительно Свен немножечко Упускает Из виду Virtus.pro Потому что Что-то как-то Лошар вообще Проблем здесь Не знает Подрубает Всякие Варкраи Пушит линию Уже довольно Серьезно Появятся Барабаны Сейчас А у нас Что-то в лицо Происходит Тут каблака Оформляют Оформляют Каблака Только Блак Пытается Бороться Как тигр Но Четвером Его Фактически Забирали Тут еще и год Подтянулся Так что В принципе Space creating Лошара Интересно играет Сейчас Можно Свенов Увидеть В последнее время Артизи Так играл Ну и многие Другие Кто на свене Играл Качают Клив Даже в 2 Иногда Иногда Даже в 3 Не максит Стан Варкрая Оставляют На 1 На 2 Вначале Ну чтобы Фармить В итоге В середине Игры Уверенно А здесь Я прям Вижу Такого Свена Олдскульного Штормхаммер В 4 В архив Видимо Тоже В 4 Будет Ну боец Самый настоящий Боец Вот я тоже Вспоминаю Того самого Свена Но и Притом Там был Итембил Такой соответствующий Через Мом Играли Я помню Это Дико Выфармливались Лиса Ну под это Правда Еще нужно Чтобы Стакались И нейтралы И энчинты А здесь Такого не происходит Ну видимо Другого плана Играют Тим Спирит Свена И будут Использовать Это уже Прям совсем Совсем Скоро В замесах Ну возможно Прям как раз таки С появлением Блингдаггера Какого-то Игра начнет Получаться Этого персонажа Будет активно Хорошие стаки Виртуз проб Лису Свою Наделали Вот С этими стаками Проблем В нг нет Возмущался Он очень много В твиттере Писал Какого черта Эти крипов Надо в 1.55 Секунде А стороны Рейдинг На 53 Почему это Так работает Возможно В этом есть Какой-то смысл Так Сверху Тавр забрал Лошара Но он умирает Хотя до сих пор Живет И год Поднимает Хорошо Он успел поднять И даже Будет жить Или не будет Но Флай Пытается Флай Добить Ну сала Самшин Да И помогал Там Лил Всеми возможными Способами В итоге Минус 3 Сделали Потому что Где-то еще Снизу Забрали Да Винга Умерла Снизу Точнее Убила Бэйна Снизу Но На ровном месте Опять же Заметил я От неопытных Команд Чем Более Она неопытная Чем Реже Под такие Замесы Они стягиваются В пятером Если бы Сверху Сейчас Казался бы Еще и Айсберг Вместо того Чтобы фармить Лишний стак На миде Скорее всего Теперь-то Могли бы Убить всех Троих Даже никого Не потерять Просто Не хватило Проказ Сталины Но Его не было Ну да Фармила Лина Ну давай Показывай Что там Нафармила Сейчас Был Убить Года Может Сейчас Просто Очень Просто Да Легкий Хотя Батарич Ну да Вижна Здесь Не было ВП На верхней Руне Вообще Невдометно Что Рина Может Передвигаться По карте И Найсберг Немножечко Да Отомстил За смерть Удержку Кстати Снизу Тоже Убили Вот так Вот Их тут и Габлак Отомстил Как отомстил Габлак Если у него Фулхаба Фулмп Ну Видимо Как-то Отомстил Но Точно Он поучаствовал В этом Ни один же Афтерлайф Соло Убил Тут Я смотрю Афтерлайф Тоже пытается То ли стакать То ли что Делать А он Купил Этот Талон И он кусает Крипов В лесу Смотри Во Нормальная тема Сейчас Пройдет Откусит Не хочет Что-то Но Как только Хочешь Посмотреть Как реализуют Новые артефакты Сразу Игорь Перестает О Смотри Кусай Ну Кусни Мимо Едешь Он Забыл Видимо Не работает Почему-то Стесняется Афтерлайф Не Смотри Один раз Откусил Весь Трольк Отцены Стоит Хорошо Ладно Но мы Этого не видели В прямом эфире Не видели Надо еще раз Погадать Афтерлайф Ну Он просто Сагрался На то Что Крипов Обыдно Нет Оталона Он Не покажет Но Он Может Стоит Сейчас Он Врет Афтерлайф Зато Лучше Покусал Крипов И Смеш Не Достает Лил Слишком Быстро Слаб Тарп С Принтайм Не Вышло Кстати Год Покупает Огр Клаб Что Это За Чудо Инвокер С Огр Клаб Будет Вопрос Дает Не Так Чудо Инвокер С Огр Клаб А есть ли смысл На инвокере Ну Как бы Не особо Но Можно взять Чтобы и нет Ну Вообще Да В теории Это потом Можно будет Все равно Разложить Артефакт Конечно ПКБ И Орчат Собственно Изи Обтерением Снизу Умирает Флай Подставился Но Он Не такой Быстрый Как Сладар Ути не смог Ну Череда Самых Непонятных И возможно Не самых Логичных Киллов У нас на карте Происходит Сейчас В миде Айсберг Пытается убить Но если Хорош на года Команда Периодически Как-то Подставляется Но Каблак Будет ли Хватать Не болел В спине С ультимейта Фигачит Что-то по всем Как же больно Делать Так ли Лил тут Приговаривают И На том Все вроде Фобус Еще подцепили Кусают его Фобус На левеле Шестом Если что Эхо слэм Не вкачал Но он Замес Пошел А без Эхо слэма Только сейчас Все прокачал Хотя мог Неплохо Литом Вот Смотри Кот купил Так Сюда Драгонлендс И пошел Фигачить Сэмжа 730 Тоже Неплохо Ну да Видимо Фомиляры Упали Так Слушай Тут Вход По-моему Сейчас Рамзес Рамзес Пошел Такой Что-то Произал ГТС И Все Фобус Просто Умер От старости Что-то Как он погиб То Никто Нем Даже Никто Ничего Не кидал Ну бывает Такое 12-12 Ну и опять Вот эти вот Лил Целится Целится И Нет Такой У нас Жесткий СНК Папчик Получается Ребята Друга Просто Метелят Нон-стоп Если Увп В первой Карте Прочитывалась Общая Стратегия На Потому что Даже Если У них Там Запушит Этот Тауэр То Они Сейчас Очень Много Выфармливают На Карте Фармит Айсберг Слева Фармит Афтерлайм Справа Фармил Лошара Лес И тут Ребята Получают Экспу В меди Справ Пятером Это Даже Пэкспе Отражается Сразу Вот Такой Провал Пэкспе Вот Жесткий Какой Провал На Графике Тысяч Считай Ну Че Тут Сохотел С командой Побегать И побегали Укрепили Боевой дух Тем Самым Может Возможно Что-то нам Не хватает Ребята Боевого духа Давайте В пятером Крепимся Тауэр Ломать Будем Дружно Сейчас Флай Может Подставиться Ну А Вот Вот Смолдер Хорошо Болдеры Смеши Различные Афтерлайп Афтерлайп Потроим Какой Стан Хороший И Куда Так же Салент Афтерлайп Буквально Секунда И Вот Он Этот Стан И Салент Тоже Отваливаются Да Боевой дух Поднимали Боевой дух Поднимали Ребята Зато На высоте Теперь Дух Дух Теперь Мотивация Просто На самом Высоком Уровне И Раз Шан Не 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 Дается Объяснению Что Произошло Сейчас Ребята Пошли Под Сдохли В общем Получили Прямо Скажем По заслугам Сейчас Фобос Пойдет Тоже Умрет Нет Это Торно Ты Дем Слушай Пахнет Лох Это Оптичек Посадить Аклдаун К сожалению Ну а так Дали От Рошана Нормально Ну да Слушай Еще Будет Возможность Подраться От самого Рошана Об этом Не Оставалось 2 3 Но в целом Агрессия Продолжается Очень Очень Много Всего Происходит У нас 27 Килов Завершен Ну и Сейчас Будет Пляски Возле Рошпита Ну-ка 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 Так Идет Тебартинг Стандартная Процедура Лина Покупает Тепот После Еула Ну как Я Ждала С Блинтаггером С Готовы Врваться Готовы Если что Нюки Давать Своих Нюки Жесткие Смог Хотят Юзать Смори Спереди Заюзали Без Свена Но Свен Будет Заходить Возможно С другой Страны Там Рупы Тоже Смог Там Смог На Смог Оп Автолайф Привет Как дела Тут Подставляется Без Сельди Будет Тяжело Драться А Сельди Фактически Умирает Торнадо Дают Промазывают Да ладно Он Жит До сих Пор И Все Таки Сейчас Убивает Слем Теренем Заходит Флошара Который Пошел Флошара Один Против Всех Но Все Убегают От него Потому Что Он Страшный Какой-то Одежда Командой Что Все Делают Почему Они Фамиллярами Воевали Фамилляр Понял Очень Странная История В общем Сами Рошана Попробуй Терюбить Но Тоже Так себе Идея Долго Будет Бить Мастфайд Получился Довольно Странный Потому Что Ворвался С ВН Один Без Поддержки Своих Тиммейтов Фактически Сам Себя Более Сплочение Но Тут Самый Боевой Дух Происходится Боевой Дух Да И Рошан 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 Он Прям Долго КП Заграли Флая Флай Сноубол Там Уже Еги Забрали Флай Здесь Минус Дальше Цепляют Бэйна Бэйн Минус Сален Пытается Пробить Линна Туда Сделать Спомнил Скорее Если не Спустят Здесь Айсберга Сейчас Появится Смаш Да Пройди Потолк Он Запрохнулся Ну смотри Он все еще жив Кстати говоря Как ни странно До сих пор жив Умер Ну слушай Какой шоу Рон Слышать Смажет Станов Как же так Ну и все Тут все будут Убегать Скорее всего Боже Эти профессиональные Граки В новом патче Как Слепой Кутенок Просто Тыкался Сейчас Лина Потолк Найти Прохво Старый Он Грит Я же Помню Что он Здесь был Оказалось Что прохода нет Ну так Кто-нибудь Мог бы заморочиться Снять Типа Знаешь Нарезку Фейлов Профессиональных Игроков В новом патче Как они там Что-то пытаются Отводить Крипов Бежать Куда-то Где Закры Ну да Мы уже Как минимум Два момента Таких жестких Видели Так Ну подцепили Теренемум года Через финскри Пытаются Пробить Что-то По-моему Не хватает Старнат Откинется Гот И уйдет Забрать Теперь Лошару Фиссура Отрезающая Правда Там есть Афлайв Помогающий Соль Чемнайтер Улетился Говорит Чтобы все Боялись Так А вот У Лил Агроков Проблема И Лошара Будет ли дальше Драться А что же Они так боятся Здесь Одна венга Покатичная Туда Пошел Салин Зачем Эти свапы Боже Так я не знаю А Лошара Вел себя так Как будто бы На него 5 героев Нападает Он убегал Фобоса подцепляют Фобоса нету Никакого Блинка Он тоже умирает И ответочка Жесткая Сейчас От спиритов Это минус 4 По всей карте И минус 100 Эх Че Двусторонний Закидон Какой-то Получается Много всего Необъяснимого Опять же Происходит Ну Драка такая Если получился Для ВП Прямо скажем Пытались Инициировать Свена В итоге Выяснилось Что они Не могут Его убить Погибли Сами Много Денька Дается Спиритом По графикам Мы видим Что ВП вели Опять 2000 Графики Вновь ушли Вниз Они такие Ломанные Получаются Разрисовочки Но в один момент Буквально Команда вела 2000 Тем спирит Потом ВП вели 2000 И теперь Снова Тем спирит И все это За короткие 5 минут Насыщенная Игра Но за 19 минут Уже у нас Больше Не больше Почти 40 фрагов Поэтому Такая игра Она отвязывает Гранники Колбасит Татура сюда Год Кстати говоря Оставил себе Dragon Lens И не стал разбирать Собирает Орчат Сразу Вместе с ним Будет Далеко бить Да не Но все-таки Это итем Просто дурный Но абсолютно Этот ренж Какой же ренж Ну что-то так Сильно Жестко Еще на себя Лакрити Повесил Бам-бам-бам-бам-бам Растерзал Неплохо На инвокере Смотрится Все же Хотя Опять же Вот тот самый Та самая Линза По-моему Даже поинтереснее Выглядит На инвокере Все же Там Дополнительный Процент урона Мэджик кастов Для инвокеров Возможно Хотя у инвокеров Все скиллы Как-то Кранжу Именно касты Не особо Привязаны Что ли Надо подумать Может быть Какой-нибудь Металит Там покатится На километр Так что Фобос может Стрячиться Впылает Ныряет А если там Не попадает Фобос Может ли уйти А блинка То нет А очень хочется То блин получить Ты с чемпанировал Сделать Но никак Не получается И ветра Тоже В никого Надо Тут автолайф Убегает Под спринтом Каплак Немножко затерялся В лесах Нужно валить Каплак Что-то мечется Крутится Тоже заблудился Опа Говорит Здравствуйте Я вас не знаю Вы меня тоже Не знаете А почему так Они говорят Помним Тебя видели Убивают Слава Просто вырывается Ультимейта Нету Но год упадает И без ультимейта Хороший стан Автолайф Фанга Начинают разбирать Правда Автолайфа Тоже начинают Айсберг Очень много Дэмэджи вписывает Сейчас я вот Что понимаю Вдвоем Подстан Подставляется Автолайф Еще стан Сверху Лошара Просто Распиливает Людей Это минус Пять Фактически Да Ультракилл От кого От айсберга От айсберга Да Ну тут конечно Зарешали Эти многочисленные Станы Вот Симспирит Нитбкбшек Убп И они вот Стояли Фактически На месте Хоть и работал Ультимейтер Спирит Амагнитайз Но Должного урона Не нанес А там Стан 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 И все это время Пилил Просто Свен И Лина Там Лина нанесла 3100 урона Вообще В замесе Вау Зарабатываете 1200 голды Да У ВП Есть определенные Проблемы В этой карте Начинают Они довольно Серьезно Просаживаться Есть серьезные На самом деле Проблемы Потому что Если не будут Темспирит Сильно ошибаться То Вообще Так говоря Свен С БКБ Скоро будет Лина уже С БКБ А против БКБ В общем-то И нету приемов У Виртуз Про Ники не работают А с руки БК Ну Есть там Вроде чем Побить И Винга И Птички И Медалька Даже Соло Фест И Инвокер Но У них самих Нет БКБ Поэтому они Постоянно в станах Как ты правильно Отметил У Спирит Просто у каждого героя По стану Притом Из них Четыре Ауешных Это и Сноубон Который может Всех застанет Ну и соответственно Все остальные Плюс У Бэйна Два стана У Тускара В принципе Два стана Плюс еще И один полустан Эти шарды Ну Адовое количество Всего То есть ВП самим Нужно БКБ Чтобы как-то драться А у них Пока Не пахнет Вот-вот И при этом Еще помимо БКБ Еще какие-то артефакты Чтобы бить с руки Сейчас была не очень удачная попытка Зацепить В Меде Тускара Вот Айсберг Могут убить Он очень неудачно Идет Еще и Навард Его видят Гот Может попробовать Подцепить Но Айсберг Сворачивает Куда надо Поворот туда Сделал Поворот туда Ну есть БКБ У него случилось КП Конечно Есть чем Там Габин Габин Сбило бы В любом случае Ну да Ну убивать было Срон тяжело И покупается Мека От Ускар Вообще Если сейчас так Представить Что ничего не изменится Ближайшие пару минут То Тимс Переисполняйся Могут Позволить Устраивать Какие там Массфайты 5 на 5 И при этом Уже он потихонечку Сносит тире 2 Не вижу я Пока Возможности Перевернуть Хотя вот появляется У Эс Эйхо Слэм С блинком Что самое важное Если будет прыгать Эс Самый герой Который является Геймченджером И если как-то Подловит противников В отсутствии БКБ Или после БКБ Или до БКБ Может Много чего сделать Разгасоваться Это так Да Но все-таки Наличие БКБ На Скин Спирит У нескольких героев И тот факт Что у Фобоса Очень маленький уровень Только 9 У него даже Афтершок Не на максимум Прокачан Пока Не выглядит В общем так Что этот шейкер Что-то сможет Прям перевернуть Ну конечно Если они с Лилом Хорошо залетят И раскасят все скиллы По всем То да Шансы есть Ну да Вот этот настоящий Бёрст Который можно Обсаналить Опять-таки Смог прожимает Пытается Каким-то образом Ну вот на миг На миг Айсберга Через Акослэм Вот он Акослэм Стан Саленс Боже Не пускают Из дизейбов Посмотри Флай Тоже падает Лично Да классная игра И вот не хватает В таких ситуациях Очень сильно Не хватает Рядом Бэйна Который даст Сон своей Линии Которую На которую Так инициируют И тем самым Даст ей возможность Прожать БКБ Возможно Потом Как-то Как-то выжить Но тут очень качественно Сыграли ВП Сразу выходит В масса гонимы Что в ПНГ Пайтпоинт бустер Что у Лилы Там появляется Тоже И заход на хайграунт Сразу же будет Но зная что нет Лины 3-4 секунды Может даже Пытаться немножечко Тир-3 подбыть Там еще и глифы нет Боже Они могут в сторону Просто сейчас пушить Да Нету Глифа Нету байбэка У Лины Это вот Большой такой Косяк Так Опять у нас Фобсалла Какой-то Происходит На самом деле Самое забавное Могут отбиться Спириты Втроем То есть Если сейчас Виртуз Про Как-то поверит В себя Излишне Зайдут Так что например Год с Салентом Подставится под стан От Слардара вдвоем То дальше прыгает СВ С БКБ И просто Все С минус 2 Там будет за этот стан И никак не спасти Соответственно Нету Пока ничего такого Ну это вообще Тот самый ситуация Которая напоминает Первую карту Когда играли против Магдус Условно Виртуз Про То есть Это просто Хорошее занятие Позиционки Ты занимаешь такие позиции При котором Тебе невозможно Под 2 Под 3 Ну Даем Втроем Под 1 стан Стать например Ну да Ну типа Славдар Не Магнус А тут еще и минус 2 Вроде сделал Можно чуть расслабиться Знаешь Там из разряда Зайти просто вдвоем На раунд Типа побить Чтобы побыстрее И вот Можно собственно И поплатиться Так что надо быть Очень аккуратными Сейчас Ну есть время Время продумать Как нужно Сейчас поставить Своих персонажей Сейчас как раз Такие занимаются Наверняка Игроки ВП Помимо того Что ждут Еще и Хопсу Лагах Вот Ну и там В твиттере Я смотрю В общем Официальный твиттер Team Spirit Спрашивает Айсберг Как у меня дела В чем твоя проблема Айсберг Ну действительно Герой с самым Топовым Нетворцем Сейчас Без Байбэка Просто погиб На ровном месте Так как команда В принципе Доминирует Это оставит Определенные вопросы Ну и конечно ВП Вот казалось бы В драках 5 на 5 Уже мало что получается Но вот таким вот образом Подлавливая противника На ошибки Они снова переворачивают Уникальная способность Команды Жить И выигрывать Во что бы то ни стало Это да Виртуз про действительно Очень много раз Показывали Возможности Как можно Игру перевернуть Как можно Без стороны Без бараков Против мега крипов Играть И выиграть Даже против мега крипов Да 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 Этим командой славится Поэтому то что они Проигрывают там Ну каких то Сколько они проигрывают Ну 4000 Для них это вообще Пустяк И нужно Это внимание Обращает Пошли сейчас В сторону снесут И будут радоваться Вот Такие расклады Так у нас Пауза Судя по всему Немножечко затягивается Пока у нас пауза Напомню дорогие друзья Что А Во Все Вца закончилась На сегодня Боже Она закончилась В полночи А стартовала В 5 утра Или в 6 А в Китае Это сколько Время А ну так Это же европейская Вца Или подожди Это было А это было Китайская Вца Я путаю Вца с Марс МДЛ Запутался уже во всем То есть прикинь Это закончилось Там в 5 утра Или что Это вообще Они нарываются Может быть Сказали Вынесли первое Предупреждение Я понял Как дела Вообще Плохой результат А ну слушай Они потом Проиграли ТНС 2-0 Я вижу Группу Они вылетели Из группы Да Все понятно Дела так себе Так себе Дела Да Ну прямо скажем И с Чуанем Последнее время Не особо Шло С фото Чуанем Совсем все плохо Ну да Они прошли группу Которую По идее Проходить Были должны Но что это такое Две команды Сей региона Где филипинские команды И две китайские По моему Было очевидно Их должен проходить Да Притом Обратите внимание ТНС сыграли Две ничьи С экзекрэйшн И с цдэками И собственно Единственная победа Над IG Если бы IG Там сыграли С ними В ничью То IG бы вышли А ТНС нет ТНС был бы 4 очка А у IG Было бы 5 Ну в общем Сами виноваты Обычно Когда команда Куда-то не выходит Она сама Сама не виновата Это понятно Но Мы сегодня Тоже затрагивали Эту тему С Каспером Я вот Не знаю Как Другим кажется Но мне кажется Что у IG Несмотря на то Что у них Такой сильный Очень тег Старый Вроде как Очень хороший Спонсар Так ты пропал Котор Или я пропал Это я пропал Найс Поставим записываться Дальше И все круто Все замечательно Ребят Еще раз Дико извиняюсь За то что стрим Отключился Но он возвращается К раз таки Момент Начала игры Так что все окей И там Те время Автолайф Забегает И реально Шли подраться Втроем Фиссура была хорошая Но годы Это не спасает Тут БКБ Потому что Был Сфен И Собственно Вот так оно И могло произойти И только Он и мог Только спасти Здесь Как-то Ситуацию Свапнув Но он не Свапнул И он тоже Сейчас умрет Потому что Лошара Таких не прощает Он просто Казнит людей Как все Умирают Тут все Слушай подожди Ну Лил Там неплохо Раскоставался И ЕС ведь тоже Но Финсгрей Да Финсгрей Оба содержат Там уже Подходит Айсберг Он сейчас Будет здесь Добирать Тех кто Все еще жив Например ФНГ Кстати говоря Габлат То есть проживой Ему еще Как удают ФНГ умирает Но и Лил Один такой Убегает Вот не в укор Конечно капитану Виртус Про Но играет На висадж Он хуже Чем Лил Это вот Прям 100% Сейчас был Просто момент Когда нужно Было спасти Своего друга Дать Фамильяров Под ноги Свену И там Когда тиммейт Выживал Но в итоге Вместо этого Он просто направил Фамильяров Чтобы убить Другого героя Ну ты знаешь Все играют Хуже чем Лил На висадже О чем разговор Ну вообще да Как бы Таких сильных Висаджей Я помню Их было мало Куроки Когда он очень много Играл на висадже Он был вот Наверное Так же хорош Он реально был Просто богом Этого героя В Китае Было парочка Очень сильных И вот Эвай Когда он тоже Играл на висадже Много Вичи Он был очень хорош А больше я не могу Вспомнить игрока Чтобы прям вот Вау Какая игра Ауи А ну Ауи Да Но Ауи играл Всегда по-другому Ну да У него немножко Другого формата Был висадж Но тем не менее Он у него был хорош А подожди А Cloud9 Использовали А кто у него сыграл Старые добрые стратеги Не пайлайтай Ауи А так это был там Ну да Все правильно Я просто право Немножко за паром Все сходится Да Все сходится Это был он Так что Флай Делай тп Ааа Торнадо Ты посмотри Сбили тускару Тп Его можно убивать Но тут в ответ Убивает Виртус Про Лагуна Блэйд Залетает Кода Он пока жив Пытается уйти Пытался уйти Фобос Но прям к облака Встретил Так а тут Фобос Да Неожиданный поворот Ну вот Папчик продолжается В общем Никаких Скоординированных Действий По крайней мере От Виртус Прома Не видим Они просто бегают По всей карте Месяца Как сумасшедшие И Пока проигрывают В основном Эти замесы И мы видим Что опять Начинают набирать Спириты Мощь Ну да Вот это вот Беготя Бесконечные драки Ничему хорошему Для ВП Сейчас не приводит Тим Спирит Себя уверенно Очень чувствует Но нехороший А почему у тебя в спирите вдвое взбирают Рошана Если у них еще два героя есть Сейчас И так сойдет Каплезы Взять даже Сейчас Чтобы Разобраться Ну взяли Взяли Не без проблем Тем не менее Аегис у них есть Аегис на линии Смен по прежнему Довольно жесткий Упил всякий перслон БКБшки конечно Юзаются Вот прям Только-только Один раз провязали Второй раз Сразу тратится Довольно быстро Все таки Что в принципе На руку БП То есть Достичь того момента Когда у Тим Спирит Будут 5 секундные БКБ И уже Вновь обретают свою силу Инвокер и ЕС Как минимум Ну конечно же Эбл и Спирит тоже Поэтому Может быть Несколько даже Такие вот Шаловливые побеги Не на руку На будущее На перспективу Но конечно При этом Отдаваться Ни в коем случае Нельзя Потому что Это будет просто Банальный фит Ну да Здесь может не дойти Просто до 5 секунд БКБ Если Спириты будут Грамотно разыгрывать Они в скором времени Могут победить Год Попытку убить Афтерлайф Ну что же так далеко Ты его отпустил Афтерлайф уже начинал Убегать Только тогда Год на него напал Чуть пораньше Могло выйти В принципе Ну и как-то Начинать Дать просто Колдснэп И бить с руки Но по-моему Сларда в таком случае Убегает Ну то есть Как-то хочется Торнадо Метеорит убедить Может быть Под колдснэп Таким образом Делать герой Ну ладно В любом случае Год попытался Сделать такой фраг Не получилось Покупает себе Огар Клаб Вот он реально С этого Драгон Лэнса Мог и БКБ И Орхид сделать И там Часть туда и туда Могла использоваться Но он Оставляет себе Этот артефакт Просто С ним будет играть И отдельно от него Нафармил Орхид И отдельно от него Фармит БКБ Но если это БКБ Считает что Драгон Лэнс Это вот сильный артефакт Для инвокера Оставить его Видимо Гоу-гоу-гоу Видимо-видимо так Так ФНГ пошел Дофармивать себе С поэконом У него 1200 галты 1800 не хватает Вот фамильяр Просто на топе держит Но пока в виде Собирать симспирит А их можно понять У них есть эгис И они по-прежнему Хотят очень Выиграть эту игру Ну Наступает Наступает Надо подловить Противника Венжи фулспирит По-прежнему Пока без БКБ Не так много Осталось санит Но тем не менее Но пока они БКБ Себе не нафармят Конечно Они будут довольно Серьезно страдать Айсбергу Надо тоже купить Походу Этот Драгон Лэнс И тогда он будет Бейся рэнджап ВС-700 Всем по Драгон Лэнсу Братаны Всем по Драгон Лэнсу Маста Драгон Лэнсу Может быть я увидел У Бэйна Линза Да, у Бэйна Линза Для Бэйна это очень крутой арт Потому что он может Ловить с огромнейшего Рэнджа В финс грипп Так что он ночью Даже ловит с рэнджа Судя по всему Больше чем Видимость ночью Ну или примерно Одинаковые Рэнджи там получаются Подожди, вопрос такой Вот когда покупаешь Себе этот артефакт При наведении на Способность Увеличивается радиус Сразу автоматически Да, по идее так По идее Вот сейчас у Бэйна Показывается финс грипп Вместе с учетом артефакта Ну вообще-то вроде как да Ну да, посмотри на сон Вот у сна точно будет понятно Что показывается С линзой Потому что Там рэндж реально Вот Он меньше А вот С ультимейтом Ну как будто бы Ультимейт и так Примерно такой рэндж Но видимо меньше Ну видимо меньше Изначально Да Вообще так Все три круга Одинаковых На способности Кроме Энфибла Энфибла конечно Явно выделяется Ну ладно Ну ладно Это мы потом Выясним и разберемся Так Не, ну он показывает Показывает Я тестил Просто показывает Но просто вот У Бэйна Здесь это странно Потому что кажется Что ульту примерно Такое и есть Но значит Все-таки он поменьше Вообще Если мы уже говорим Про доту То это не всегда Параметр того Насколько это способность Срабатывает Ну да Да Потому что у Леона Показывается раньше Четыреста пятьдесят Где-то примерно На стан А реальная Раньше восемьсот пятьдесят Ну как-то так Да Ну и сам Сам Бэйн тоже цепляет Нереальным рейнджи Обычно Такое Так Пытались подцепить там Тускара Тускар довольно Интересную позицию Занимал На пригорке находился Там не нашли И ответочка От Тимспирет Ускоряется Альсберг Он под хастой У него есть юл Он может цеплять Еще и аганим У него есть Можно фобусы прописать Будет еще двести Копом всего лишь Вот ел И БКП И станом промазал Ой как все плохо Да что же происходит Пауза на паузе Свет залагал Такое ощущение Что Альсберг Тоже залагал То что промахнулся Станом Стоячего Фактически Человека Так Ну и Начало драки Такое ужасное Получается Для Тимспирет А так Улидный БКП У нас восьмисекундная Да Уже в действии Она потихонечку Заканчивает Сейчас нужно переждать ВП Ну правда Линт и Линт Там еще и Свенг Должен быть Который сзади напекает У него есть Пока бы С ГТС И он может Кого-то сейчас Огорчить Так что ВП здесь все равно Конечно оставаться нельзя Тем более что Фенгэп Где Фенгэп Где Фенгэп находится Фенгэп в лесу Сверху находится Прятится Но нет Здесь Вертус пока же Будет тэпаться И им повезет Если они тэпнутся Да Они уходят Повезло Полным составом Никто не Отъехал Волк Волк не топнулся Боже Волка потеряли Вот это конечно ошибка Вот это критическая ошибка Для ВП Подожди Смотрим А Волка-то и в лесах Нет и все И теперь что делать Без дополнительного урона Без дополнительного Волка Непонятно Ну ладно Волка жалко конечно Но Лучше Волк Чем Дринга Ну и Фамильяр От одного потеряли Ты посмотри Еще второго хотят взять Второго подсветили И уже избивают Ну вообще неприятно Сотну монет отдали Сейчас вторую Сотну тоже будут отдавать Автолайф очень хочет А оп Пере призвали Отлично Так тоже работает Так есть Бака был Венжи Фул Спирит И это плюс Для Ассалента Теперь Что он Теперь Ну хотя бы Может какую-то урон С руки давать Не особо сильно бояться Противник С выживаемостью Теперь Особых проблем Не должно быть Какие-то клики Прошли от Свой Непонятно Автор лайк Снова за птичка Вгоняется сверху А у них Кстати говоря На них колдаун И если их убить Это неплохое Очень будет Неплохое Подспорье Здесь вот попытка Догнать Убить Убить Одну убили Вторая летает Ее видно Прячь ее ФНГ Это же твой друг Подожди Но он только Перепризывал Фамиляров На 5 на топ их отправил Да И вот теперь Он их видит Смотри Видишь Что-то Автор лайв Один удар Второй Но ФНГ Ну ФНГ Конечно Кормили Ца Тим Спирит А что Смотри Автор лайв Сейчас еще Опять посадил Ну ладно ФНГ делает Спейс Пока вся команда Гоняется за птицами Здесь год ломает Тавр На самом деле Они конечно Смотри Оп Хорошо Ну разменял Птицу на Тавр Фактически Ну неплохо Да Ну как бы Вести монет Салис лапает Человека Это флайн Здесь лошара Ну блин Они ошиблись Салис БКБ прожимает Но не спасает Это от Света К сожалению Ее просто Пяти ударов Свин съедает Такая себе Резация БКБ Была такой себе Свап В итоге И нужно опять Четикать Упыкает Успевает уйти ФНГ На ноге Уходит Оба Смеси С Лил Харди Который тут Отвешивает Смеши Болдер Тепаут Ушел И кот тоже уходит Ну и вот Применение БКБ Мы увидели Наяву Продолжают Они заниматься Какими-то Непоятными вещами Тот же Саня Тоже 9 раз Отъехал Сколько? 9 Нормально Неплохо Все-таки Он же керри Хоть и венга Надо как-то Осторожнее Попытаться Ну да Я бы даже наоборот Сказал Он керри Но венга К сожалению Поэтому 9 смертей Ну да У него получше Получалось На этой венге Играть Не первая игра За виртуз про Венге В основном Это были Хорошие перформансы А вот Сейчас что-то Как-то Не идет Ну сейчас такая мясорубка Да Здесь сложно сохранить Хороший Ну тут Смертей-то В общем-то У много У кого плохой Ну и много Этих смертей У Лила 8 смертей У Годы 7 смертей Опять же Год Корр Тоже Как и Саленд Тяжело В любом случае Очень тяжело Играть с ВП Так А что у нас там Да Фит продолжался Моразм Крепчал И мы Вновь наблюдаем Как Много путешествует И Team Spirit по карте И ребята из ВП Отключений Слардар покупает Владмир для своего Тиммейта Свена Ну и не только для него Да Слушай Владмир Еще Кремсон Гуард У Бэйна Такая не совсем Стандартная ситуация Но тем не менее Это Кремсон Гуард У Бэйна Блин ПКБ мог иметь На самом деле Место Кремсон Гуарда И гарантированно Кого-то держать Но Нет Ну кратерно Не гарантированно Саллент все-таки Конечно Свапает Но при этом Согласен полностью Что Выглядит довольно странно Да То есть после свапа Жмешь БКБ И пошел кого-то Грызть Да хоть того же Саллента Который кого-то Свапнул Но хотят 5 на 5 Этим устроить Какой-то Мощный Владмир Кремсон Это все Приметно На драку Так А теперь они Под смоками Вылазка И Фобоса Пытались Цепить Фобос Форстап И мансовать Убегать Какому удалось Здесь спастись Вообще Какой-то сделал А вот Ты знаешь Это вечная история Когда Ты блинкаешься На шейкера А он в этот же момент Кастует Один из своих станов И ты прямо В этот стан Приземляешься Вот Так и случилось Бывает 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 Ну чудо Только спасло Здесь Фобоса Остается Сплитит год Нужно чудо Тоже Драпать Потому что Противник может Навестить Ну что ж Следующее Более-менее Командное Сражение Мы должны С вами Увидеть На Рошпите Когда появят Третий раз Шанс Иром Аегисом Я думаю Что и ВП И Тимспирит Очень захотят В Ротаегис Себе забрать И сыр Ну Тимспирит Очень много Шансов Просто на халяву Его забрать Потому что У них есть Серёжочка 20 уровня Нет Еще не 20 Но Возможно Будет уже 20 Крашану И конечно Очень много Урона 16 20 Армор Я имею ввиду У меня уже Заклинивает Под Ночь Так что Думаю Что Тут Виртуспорт Тяжело будет Потому что Очень быстро Заберут Рошана Товарищей Спирит А если Виртуспорт Придут Я боюсь Что они Дракут И Никак Не выиграют Разве что Все очень круто Понятно Так у Фенга Проблемы Сажает Птичку Единственную Потому что Опять одну Потерял Лил Лил Не Лил Даже Это Фенга Да Лил Кстати говоря С Аганимом Ой Фобос Ты посмотри Залетел Дал фиссуру А там БКП От Айсберга Есть Форстап Ой Неплохой Кутер Говоря Айшард Ну Летает На Болдере Разводит Разводит Все Пошла игра Йорспирит Он всех разводит Катает по карте Фобос Еще живет Отстанивается Хорошо Как Эхо Слемт Он опять Жив Встан Тотем Фобос Надо бы жить Но все В кулдауне Уходит Уходит Ты посмотри На блинке И снова Фиссура Там Бой уже погибла Да Вот в этом Проблема Что с другой стороны Все умерли С этой стороны Драки Вроде все было хорошо Ну да Разводили Разводили Так А подожди Фобос Какой-то пернус Вообще Что-то происходит О Я еще один Нашел Проходик Новый Вот этот Вот этот Да Есть Такой проходик А Подняться На пригород Нельзя Сейчас Ну Нет Это пока Нельзя Сделать Это NextUpdate Ну ладно Разобрались NextUpdate Уберут все горы Просто Будет везде ходить И весь лес Да Просто Одна Большая Ровнина Которая Можно будет Передвигаться Есть Определенные Проблемы С тем Что Дефицей Так тяжело А птички Еще и сверху Они не могут Здесь Не задержать Не помочь Не подраться Он опять Потерял Одного Фамильяра Боже Но Фингена Прекращает Этим Заниматься Ну Не очень опытный Что ты хочешь Сейчас еще одного Возможно потеряет Даже Потому что Здесь ударчик Не хватит Не хватит А нет Потерял Да И снова Нет их И снова Их нет А кулдаун Наперее призвать По 105 секунд Довольно много Линю конечно Не потеряли Но Но блин Как же плохо Все Вп В этой карте Отвратительно Все Рошан Ну Падает Вообще За 5 секунд Буквально Под ГДС И Минус Армором В этот раз Как раз 16-го уже Уровня Слардар 20 армора И снова Пошли Комбейчить Виртуз Про Вот это Вот Смоки Такие Красиво Чиски Что-то Подловить Быстро Вырезать Например Бегает Один Айсберг У него Есть Айгис У него Нападать Себе Дороже Ну Да Посмотрим Как лил С аганимом Отыграет Аганимная Улетел Просто Илайзберг О Истан От автолайф Емп Лагуну Посадили в обусы Жив Образом Каким-то Слушай Уходит А автолайф Это можно убивать Кримсон Не спасает От Соло Самшина И дальше Полетел Ты куда Лил Непонятно Куда Она катается По карте В принципе Айсберг Здесь не особо Не боится У него Айгис И командовать Раз Подходит Часто это Естественно Была даже Не драка Это было Что делаешь Ты вообще Сумасшедший Да Это было Залет Умираем Это залет Это залет Воин Это да Это был он Ну и сейчас Еще кого-нибудь Могут подцепить Потому что Здесь блинки Хосты Так что происходит Опять пауза Ну никуда не годится Уже общая нить игры Как теряется Хотя Дозреваю Что в этой игре Общей нити И не было Кто-то случайно Нажал паузу Что ли Или что Это Сори Просто Написал Нить была Все фидят Все дерутся Все фидят А Ну если с этой концепцией Отходить То да Действительно Общая нить огромная Такая толстая нить По которой Действовали Обе команды Ну чуть лучше Получилось Тем спирит Получается Пока Ну что Нет спирита Там стартара Тоже нет Пойдут ли Ребята Здесь Дайр Стесняться Им нечего Мне кажется Они могут Спокойно заходить И ломать У нас Ираеги С прежнем присутствуют БКБшки готовы Ну вот пытаются Откидываться Там над Емп Все это Всадил А гиперстон Кативаря Покупается Год Намек на Керас Наверное Не Белнир Ну наверное Керас Все таки Да Можно кажется Еще муншард Купить Чтобы видеть Далеко Бить и далеко Быстро Ух Но лучше Керас Купить Все таки Пожалуй Ну да Не достиг Еще такого Пика Год Раскачки Чтобы покупать Себе Какие то Шарды Муншард И бить С руки Нарезать Для этого Еще нужно Много артефактов Приобрести Ну дождались Слардара Тим Спирит В итоге Однако появляется Там же Иллил Поэтому Поломстан Вп готовы Тефить И как то Спириты Немножечко Стесняются Прямо видно Что не позволяет Себе лишних движений В сторону противника Опасно Опасно Там Венга Все таки И Йор Спирит Если они Тебя начнут Заманивать Так скажем На базу А это легко Сделать Благодаря Свапу То дальше Могут быть Проблемы Притом Спирит Купил себе Аганим Теперь у него Геомагнетик Гриб Работает На своих героев Могу напомнить Что теперь он Не работает На своих Пока нет Аганима Так Тут Афтерлайф Налетает И просто Умирает За секунду Ну вот Самая главная Проблема Свена Лина Которая Начинает Пробивать Года И тычка Последняя От Лины Не прощает Пытаются Вгрызаться В ВНГ ВНГ съедает С Брэйнсапа Минус И Эхо Слэп От Томбоса Без БКБ Рассказывает Бокера Как они Развалили Здесь Виртус Про Фобас Ой 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 Так Ну и Айсбрак Здесь нужно Приговаривать Он уже Без БКБ Да Это уже будет Минус Боже Ну как они Исполнили Ну вот Это собственно Та самая ситуация Которая я говорил Если тебя заманят Куда-то На базу То там Можно пострадать Потому что Есть чем бороться На базе У Виртус Проб Прямо скажем Да И вот он Геймчейнджер Тот самый Со своими Ауешными Ультимейтами Заходит как надо Причем Смотри Вот на Батл Рекап Виртус Проб Каждый из персонажей Пнес свою лепту Это Из немногих ситуаций Где Пример Это плохо Ну что Противника наказали Байбэк Так же был С Лордара Все здорово Еще байбэк На Лину Развели Ну еще С вами сейчас Разведут Скорее всего На байбэк Потому что Сторон терять Не захотелся Перед Или Виртус Проб Уйдут Да не Не уйдут Будут ломать Медляд Сейчас может Кого-то свапнуть Это будет У Лину Например Это можно Такой Сейчас Килл Сделать И свапнуть Лину Байбэк У нее нет Так Залетает О Опять Залет Боец По-моему Залет А стан прописали Ну свап от Салленда Бкб прожимает Так Ну и Лилда живет До сих пор На Лагуну Блейд В кэш Это все плохо Все плохо Очень плохо Код Умрет Но очень плохо У него нету Байбэка же Салленд Получает Кастный Стан И Салленд Шива Драгонслейв Минус Трипл килл Айсберг Уже оформил И Фобоса Будут гнать Потому что Амплифай На нем Сноуболом до конца Фобос Фобос Тоже пал Тоже пал И это Минус 4 В исполнении Темспирит И сразу же Будет ответ на атак Сейчас Ну просто Какие-то качели То на одном Хайграунде Подрались Теперь на другом Теперь опять Будет тот Хайграунд Возвращаться Ну да Ну на самом деле Лилд пытается Я так понимаю Исполнить Комбинацию Через Аганим То есть Закатиться Превратить в камень И откинуть В сторону Своих тиммейтов Тяжело провернуть Потому что Тебя просто Поднимают на иул И все Собственно говоря На этом все заканчивается На этом все заканчивается Да Вся твои попытки Ты уже никуда не катишься Ты просто умираешь Ну вот сейчас Спирит однозначно Забирает медленную Внешние стороны Они забрать Скрайние Точные не могут Они могут Трон попробовать Убить Да Ну да ладно Да ладно Что вы творите С этим Спирит Фамильяра Раз два Сел Третий сел О смотри Смотри Света под фонтан И все Свет убирает Там Нет смотри Живет до сих пор Алил погиб без байбека Вот это вот хуже всего Соласамшин опять не добивает 26 хп Осталось Бейв не доходит А Тавер А Куда Кисура Боже Зачем Типается И Савер Пытается Его убить Но он уже Типнулся Но остальных Можно добирать Зато здесь Да Изберга Свапнули Снова был на развороте Станвейн Отлетает Славдар Пытается Как по засейвить Тускар слишком далеко Зашего Может просто стоп Его убить Понадежнее фрага Так будет Ну тускар да Так я думаю Что Флай примерно Такого плана и придерживался Чтобы просто Стянуть на себя Внимание Чтобы не убили тиммейтов Потому что там Была под угрозой И Лина И Бейн И все были под угрозой Так что Флай хорошо Сыграл по итогам По идее Сумасшедшая Игра просто сумасшедшая Много байбеков Много всяких камбеков Разворотов Поворотов Переворотов И Ну пока ВП держат Потеряли медлинию Это вообще конечно Не страшно В 45 минуте Но по прежнему Они довольно серьезно Пробиваются Свеном Лины И против этих ребят Уже что делать Ну вот мы дошли Такой стадик Это 5 секундный БКБ У Свена уже точно И у Лины тоже И сейчас Сейчас по идее Какие-то всякие хиксы Может быть Которые соберут ВП Они будут решать Кстати вот где хикс Где хикс Ну есть Драгонлендс Это В топку его Драгонлендс Можешь выкинуть Вообще его и забыть Он тебе не нужен Купи хекс Надо хекс Ну конечно нужен хекс Это безусловно Опять же мы понимаем Что игроки тестят Проверяют Испытывают В боевых условиях Всякие билды Итемы новые Хекс Успеешь купить На мейджоре Успеешь купить хекс Да Вот с такой логикой Можно до мейджора Не доехать К сожалению Ого Да не Я думаю что Это большие шансы Доехать все таки до мейджора С прямого инвайта Мне кажется что Им просто не могут Не дать Ну как это ВП так Другим так нельзя Вести Ну кому-то нельзя Конечно Кому-то надо потеть Просто в каждой Ой продолжается Эта история Но невозможно смотреть У нас уже пауз Минут на 10 Суммарно наверное В игре Если не больше На самом деле Игра Игра и так Не короткая Тут еще и пауза На паузе Есть такое Согласен Полностью Паузы действительно Раздражают Но что поделать Тут одного Дропнула Второго Дропнула Какие-то лаги Происходят Их 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 Тактические паузы От Team Spirit Каблак Думаешь Замышляешь Промышляет паузу На самом деле Знаю Каблака Я знаю Что он тоже Ненавидит паузу Наверное Тут сам подгорел Слушай Я посмотрел На КДА Табличку 18-7-13 Как отыгрывает Айсберг Все фраги Настелил просто Айсберг Хорош Айсберг Хорош Такой молодой Перспективный Мидер Я вот Во время Решаффлов Нави И Новой Эры Я даже пророчил Думал, что Айсберг Может оказаться Ярослав Ну какой он К черту молодой Нет Подожди Молодой На профессиональной сцене А, тогда хорошо Человек может играть Хоть всю жизнь Но Он все равно молодой Если он играет Первые там полгода На прост сцене А Айсберг играет В принципе около Ну не больше года Это точно Ну и пока Около прост сцены Все-таки будем Объективными Да, то что Ну да Около Но по мне Так можно все-таки Называть уже Это прост сцены Ну иначе у нас Как бы прост сцены Получается Это значит Это не прост сцена Должна быть Вот там Топ 16 команд Которые на инт Попадают чаще всего И так далее Это должна быть Как бы Это элит уровень Подожди Ну элит уровень Типа того А прост сцены Это все-таки Ну первый топ 100 команд Наверное мира Ну иначе Кто тогда прост Ну подожди Какой-то Подожди Посмотрим Как Лилу убивают Лил пока еще живет Торнат-то неплохой На Болдере улетает Неплохо А там Там фиссура какая-то Програждающая путь Своему тиммейту На отход И все драпают Все уходят И погоня-то продолжается Зашел лошара Тем временем И снова к себе Потягивает карты Откидывается смешем Но не прижимал вообще БКБшку с Веном Продолжает свое движение Через 5 секунд У него же откатится Блинг-тагер Нужно уносить свои ноги ФНГушка с геймом Умирать не хочется Ведь такой молодой Еще на фиссура Качественная от Фобуса Опять на развороте смеша Грейвчилл На развороте Автолайфа Пытаются убить Автолайф, конечно, без БКБ Часто страдает Фамильяры пошли в атаку Три фамильяра Сразу посадил ФНГ Отличный контроль Оттягивает на Торнадо Есть Сноуболы Уходят Always on a fly И Фобус Фобус пошел Эхо слэмить Но пока дает фиссуру Пока обрыжимает азбук На развороте Свет пошел по двоим стан Как же хорошо пошел Автолайф тоже туда же Минус 2 моментально Кот падает Минус 3 Есть Шива Салента будут пробивать Очень быстро Салент Салент в камне Смотри, он жив еще Он каменный Да, неважно Это минус 5 Сделали ребята Из тем спирит Да, подгадал момент Конечно, здесь Рамзес Очень качественно ворвался Прямо с автолайфом Это КГ Ну да Ну тут Как бы все к тому и шло Очень тяжело уже было Виртус Про выиграть Сильно они проигрывали На самом деле С их героями Ну тяжко Как бы Если у тебя кэри Винга А у врага кэри Свен И он нормально Этот кэри Свен отожрался То есть, пожалуй Он делает Гораздо больше в драке Чем Винга Это да Тут не поспоришь Конечно Но в итоге Счет 1-1 Держит с этим спирит И имеет возможность Пройти в финал Этого самого Этой самой Европейской Отбора на НДЛ Как бы там ни было Счет серии 1-1 Третий решающий карта Будет между этими командами Поэтому, ребят Ни в коем случае Не спим Я думаю У вас еще Ваше расписание Не сформировалось Окончательно До нормального После саммита Вы еще По-прежнему Не залипайте по ночам Поэтому смотрим Ждем дотку И буквально После короткой паузы Мы вновь с Ярославом Вернемся к вам Посмотрим Кто же в итоге Станет лучше В этом противостоянии Никуда не ходите Продолжение следует... Продолжение следует...